Итак, фонд фэмили. Фонд фэмили у нас определяет стиль шрифта, да, шрифт. Шрифты вы знаете, да, это Ариал, Тахома, вы наверняка все это слышали, и мы применяем, и здесь вы можете перезаписать стиль шрифта в тексте, такой, как вам захочется. Здесь, смотрите, я хочу сразу же упомянуть шаблон AB Inspiration. Сейчас немножко перейдем на следующий слайд. В шаблоне AB Inspiration в настройках у нас используется, в шаблоне прикреплены 21 шрифт. Из них 7 шрифтов, 8 шрифтов нестандартных, нестандартных, да, которые взяты из Google Fonts и прикреплены к шаблону. Так вот, смотрите, все эти шрифты вы можете использовать в тексте. Когда мы настраиваем шаблон, то в настройках шаблона мы задаем шрифт текста. У нас небольшой выбор, всего лишь Ариал, Вердана, Хелдетика, Тахома, Опенсанс, Джорджия, Таймс, Нью-Роман и Палантино. Это для текста выбор, да. Для заголовков у нас все 21 шрифт, вы можете выбрать любой. Но если, например, в тексте у вас есть какая-то фраза, и вы хотите, чтобы она выделилась каким-то особым шрифтом, который вы не задали в настройках, то вы можете перезаписать основной шрифт для конкретной фразы. Как это делается? Ну, по правилу, да, Font Family, двоеточие, и просто пишите название шрифта. Название шрифтов вы можете видеть в настройках шаблона. Вот как я уже открыла, вы видите на скриншоте. Просто записываете название шрифта, и все, у вас в вашем тексте отобразится данный элемент в таком шрифте. Возвращаемся назад на предыдущий слайд. Посмотрим применение. Итак, формула применения та же, стиль равно, двойная кавычка, Font-Family, двоеточие, и значение. Итак, посмотрим, как это выглядит в параграфе. Читаем HTML-код слева направо, сверху. Итак, тег P, пробел, стайл равно, дальше в кавычках мы пишем стиль Font-Family, ареал, то есть мы для параграфа задаем стиль шрифта, ареал, для всего параграфа. Дальше идем по тексту. У нас идет текст, 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 затем у нас появляется текст Pen, да, и мы записываем стиль Font-Family, Mark-скрипт. Закрываем с Pen, это понятно, да, что вот данная фраза, но эту фразу напишем шрифтом Mark-скрипт. Вот эта фраза будет отображена не шрифтом ареал, а шрифтом Mark-скрипт. Идем дальше. Здесь немного ареал, да, то есть вот эта фраза у нас опять наследуется шрифт параграфа. Дальше снова у нас появляется с Pen, стайл и импект. Еще один стиль мы применяем, еще один шрифт. Далее закрываем с Pen, закрываем P. И что у нас в браузере отображается как? Идет сначала стандартный ареал, затем выделенная фраза с Pen отображается рукописным шрифтом Mark-скрипт, затем снова ареал и в конце шрифт Impact. Вот так вы можете применять. Еще раз упомяну про тег с Pen. Сейчас вот те, кто задавали вопросы на прошлом занятии по поводу зачем нужен с Pen, сейчас вот понятно, да, что мы делаем его специально, чтобы внутри параграфа без переноса строки изменить, включить стили, применить стили. Очень удобный тег. Идем дальше. Продолжение следует...